Ребята, всем привет! Мы продолжаем играть в S-Dusk Falls. Профиль мой запущен. Начать. Let's go! Напомню, в прошлой серии пришлось разругаться со своими родственниками, с некоторыми, потому что они совсем оборзели. Поэтому Джей теперь остался один. Он идет в Канаду пешком. Что-то такое мы видели в этой дороге 69-96, как она называлась? Роад. Роад, а какие-то цифры там были. Посмотрим, удастся ли ему добраться до Канады. Я лично буду ему содействовать. 30 мая 98-го года. Сон в пустыне, Аризона. О, Эш, нашелся. Эта живая. Зевс живой. Винца привезли, Винца привезли. Блин, сколько они тут сидят. Три дня спустя. Шоссе 89-96, Аризон. Так, Джей в мешке пришел в бар. Заходит как-то в бар? Здравствуйте, господа. Смотреть на них. Давай водички. Ну, воды бесплатно-то налейте. Что, машина заглохла? Ищу попутку на север. Я на юг еду. Вон, у него спроси. О, дальнобойщик, дальнобойщик. Хороший. Ах, повезло, называется. Извините, вы на север едете? А тебе куда? Да куда подбросите? Я вообще-то попутчиков не беру. Ну ладно, так и быть. Чем-то кому насолил. Давайте честно скажем. Ну, потому что он потом все равно узнает. Меня копы ищут. И ФБР. Ну, про ФБР можно было не говорить. Домашку не сдал. Извини, пацан, я в это впутываться не хочу. Ну, пожалуйста. Давайте я вас в дартс выиграю. Давайте секреем. Угу. Условия простые. У каждого по три дротика. Если побеждаю, еду с вами. Если нет, куплю вам выпить. Две порции. Ах, ну ладно. А почему дальнобойщик пьет? Подождите. Двадцать семь. Теперь ты. Давай, давай, ща. Ща запулю. Ладно. Ммм. Неплохо. Я играл раньше. Ну что, второй раунд? Я вроде нажала. Сорок семь. Что мне нужно сделать, чтобы выиграть? Двадцать. 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 Не так быстро, Робин Гуд. Я выпить хочу на халяву. Ща будет булзай. Последний раунд. Решаешь? А мужики, вон, уже заинтересовались. Азартные, азартные. А ты ничего. Держишься? Не торопись, пацан. Обидно будет облажаться. Ща я все сделаю. Ща по красоте. Ща поедем в Канаду. Еще к себе домой меня отвезешь. Блин, я не нажал. Я не нажал. Я не успел. Я бурбон, Ю. Льда не надо. Да у меня... Мне не дали даже выстрелить. Это не честно. Подожди, это кто? А, Копша. Копша. Вы его или нет? Его семейка убила моего сослуживца. Их ждет смертный приговор. Ты с полицией говоришь? А где форму потеряла? Я сейчас не на службе. Это лично. Да, а разве так можно? Ну, лично я никого не видел. А вы? Несовершеннолетник тут видели? Ну, вот ты, например, молоденькая. Я задала вопрос и жду ответа. Дай-ка подумать. За стойкой у нас Шейн. Здоровяк Джин всегда ужинать приходит. И Кайл или Лайл, как бишь его, забыли. Вы парня этого видели или нет? Да, вроде нет. Если увижу, могу позвонить. Я не знала, что мне там так мало времени дадут. Никто не предупреждал. Че, бесплатно отвезет? Отвезет. Ты зря времени не терял. Скажи, как есть. Ты правда кучу копов поубивал и взорвал автобус? Все как в новостях? Мне проблемы не нужны. Да ты сам. Проблема. Говорить будешь? Это не я. Нет. Ну, простите, что не оправдала ожидания. Стойте. Вы куда? Выпить себе куплю. Не от тебя же ждать. Да какой выпить? Ты же водитель. В Америке можно ездить пьяными или что-то не знаю. Или в Америке можно ездить, если ты пару пив выпил, типа нормально. Типа еще лучше едешь. На следующий день. Салт-Лейк-Сити, Юта. А ну вали, бродяга. Че-то не поняла. Стой, я на ком приехала? На этом? На друге? Или что? Если на друге, почему он меня так выгнал? Непонятно. Ну ладно. Спасибо, что прям в центре города, конечно, высадили. Очень приятно. О, номер у меня есть. Разыскивается мужчина, 18 лет. Связан с убийствами в Мателесом в пустыне. О, ему еще и 18. Блин. Я думала, что он не совершенно лень. А, он говорил, кстати, что ему 18. Будьте осторожны. Преступник очень опасен. Откуда деньги у него? За счет собеседника? Да. А, возможно. Назовите имя. Дин. Скажите, что это Дин. Алло. Звонок за ваш счет. Это Дин. О, господи, да. Да, я приму. А я все ждала, когда ты позвонишь. Манесса, мне нужна помощь. Что? Что случилось? Я в Юте. Денег нет. Я почти не спал. Так, постой. В Юте? У тебя что-то произошло? За меня ищут копы. Опыт думает, что я кое-что сделал. Это неправда, но... А в чем они тебя обвиняют? Да так, в убийстве второй степени. Я там был и участвовал, но я не хотел. Честное слово, меня заставили, а теперь все думают, что я... Дин, не бойся. Я тебе верю. Что? Правда? У меня отличная интуиция, и она подсказывает, что ты не такой. У меня здесь тоже все паршиво. Папа решил, что ты наркотой торгуешь. Нашел у меня в ящике с футболками старый пакетик травы. Я теперь до середины лета под домашним арестом. Серьезно? Да. Все из-за тебя. Ты где сейчас? В Солт-Лейк-Сити. Возле... Возле отеля Сабрина. Короче, я сейчас забронирую тебе номер, закажешь поесть, выспишься, а потом я позвоню. И... Ванесса? Печеница? А знаешь что? Я скоро приеду. Нет, стоп. У тебя же экзамены. Да плевала я. У меня друг в беде. Знаешь, ты лучше всех. Правда? Да. Мне говорили. Я забронирую номер на свое имя. До скорого. Вот это друзья. Вот это я понимаю, друзья. Когда ты говоришь, меня копы ищут, я кое-что сделала, но это не я. Трейлер-парк ранней земли. И тебе говорят, ну ладно, я сейчас тебе номер забронирую и приеду. Давай, там, не кисни. Турок Аризона. Кисонька спит. Кисонька спит. Мне показалось, или у него там фотка была Маман Холтов? Нет? Не пей, Пол, не надо. Вот котенька осуждает. Марлон. Марлон? Два года в завязке. И не могу даже сорваться по-человечески. Марлон, отговори его. Да что с тобой такое? Кто? Там кто-то есть. Там кто-то есть. Пол, давай. Пол, живи. Кто здесь? Так себе оружие. Может, там Мэш? Там спит кто-то. Ну, не надо сразу бить. Шерон, да, реально. Куда пропал? Вымыться. Одевайся и уходи. Сейчас же. Что? Пол, постой. Джей вас не бросал. Вообще-то. Это вы его кинули, хотели убить. Подожди, ты рассказывала, что они мутили? Это был у меня в жизни единственной радостью. Что-то я пропустила этот момент. А ты со своими отморозками. Мне с детьми нет прощения. Я это знаю. Ты сыну Джойс это скажи. Его твой пацан сиротой оставил. Пожалуйста, поверь. Если бы я могла вернуться в прошлое... Не знала, куда еще пойти. Сдайся копам. Объясни, что вы не хотели никого убивать. Думаешь, меня пожалеют? Мы оба знаем, что дело зашло слишком далеко. Нет, ну, было время, когда я мечтал мыть и тебя в своей постели, но... Что бы так? Посмотри на меня. Я все эти дни живу как дворняга. Сплю в канавах, роюсь в мусорках. Вчера один торчок чуть не прирезал меня канцелярским ножом. Я не такую реакцию хотела. Я думала, там более сдержанная будет. Шэрон, вас по всем каналам показывают? Трейлер. Говорят, его арестовали. О, так ему и надо. Его вроде нога была сломана. Вот почему он так и не вернулся. Я ждала, долго ждала, но... Его захотят сломить, но он не сдастся. Он хорошо помнит, что эти ублюдки сделали с Дейлом. Мой бедный мальчик. Его с детства не могли оставить в покое. Извини. А, Джей? Хоть он-то сбежал? Не знаю, хватит ли ему сил. Надеюсь, что хватит. Господи. Пожалуйста, пусть с ним все будет хорошо. Нам просто... Было нужно несколько тысяч баксов, чтобы эти твари нас не убили. И виноват во всем. Бэр. Скотина. Мы же оба о чем-то мечтали, помнишь? Я хотела раскрутить свой бар, чтобы он все-таки прибыль приносил. А ты проехать всю страну на мотоцикле, от океана до океана. Ты себе вот так свою жизнь представлял? А ты себе свою. Я здесь счастлив, а ты уходи. Ну, до недавних событий, да. Мы прекрасно жили с Марлоном вдвоем. Да уж, хороша жизнь. Никого, кроме кота. Вот не надо. Хороший кот. Ты сам себе врешь, Пол. Даже Марлон понимает. Слушай, ты сюда помечтать пришла? Тебя ищут. Прячься. Беги из города. Знаешь, Беар всегда обещал, что увезет меня отсюда. Когда-то и Данто меня любил. Шэрон, когда-то тебя вообще все любили. Ты мне как-то сказал, что я вечно выбираю не того. Ну, я был молод и глуп. Думал, тебя можно убедить. Она давит на эмоции. Она давит на эмоции. Не судьба. Не надо, не поддавайся. Ничего бы не получилось. Ничего бы не получилось. Как знать. Ты всегда был мне другом. Когда к нам домой пришли головорезы, мне не у кого было просить помощи. Ты один нас выручил. Так, постой-ка. Ты сейчас про... Ты знал, что грозит моей семье и дал код от сейфа Данте. Потому что... Если бы я знал, что потом... Господи, да я бы никогда... Господи, кошмар. Думаю, нам обоим сейчас неплохо бы выпить. А зачем ты дал код от сейфа, если... Ну... Зачем ты думал им в сейф? Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Ты в завязке. Во мне каждая клеточка этого просит, но... Нельзя же не глотка. Пол, прости меня. Я... Я просто... Я не подумала. Слушай. Никто не знает, какую роль ты сыграл. И я клянусь, я никому не скажу. И мне стыдно просить, но мне нужна твоя помощь. Ну, я не думаю, что она его шантажирует на самом деле. Шэрон, прости, не могу. Больше не могу. Умоляю, ну, хоть выслушай меня. Пожалуйста. Я хорошо изучила этот его блокнот. Там не только взятки. Данте берет деньги у преступников и аккуратно прячет на один офшорный счет. В сейфе лежала только его доля, а настоящие деньги в банке в бензе. А номер счета вот тут. Ты предлагаешь мне ехать в Белиз? Ну, мы покажем, кто такой Данте на самом деле. Вот это будет месть, карма. Называй, как знаешь. А когда его жизнь рухнет, мы уже свалим. Блин, не надо. Это какая-то... Нет. Ты говоришь, нам не судьба быть вместе. А я говорю, что у нас есть шанс все изменить. Можешь доживать свои дни здесь и пить без просоха. А можем вместе поселиться в раю. Ты ведь понимаешь, что это значит уйти, бега, исчезнуть. Что ты больше никогда не увидишь Джея. Я все равно смогу ему как-то помогать. Какой-нибудь уж найду способ. Ты меня однажды выручил. Теперь мой черед. Давай со мной. Да он счастлив тут с котом, женщина. Не надо ее целовать. Она... Или надо? Подожди. Как это так вообще получилось? Не надо. Ну нет, нет. Это плохая затея, дурацкая. Нет, фу, нет. У нее все бизнес-планы рушатся. Пожалуйста, выслушай. Я выслушал. Мой ответ? Нет. Правильно. Не могу. Бонни и Клайд, блин. Молодец, ты сильный духа мужчины. Ты кого-то ждешь? Нет. Брат, это я. Открывай. Черт. Данте. Данте. Солт-Лейк-Сиди-Юта. Отель, кстати, нормальный такой. О, какая встреча. Фига, она быстро. Ты правда приехала. Ну, у тебя был такой жалобный голос. Ну, я зайду? Сколько, интересно, из-за резоны дают ехать? Сколько тут времени прошло? Я думала, ты будешь спать? Ну, им бы потом пришлось кровать заправлять. Я взяла из папины заначки 200 долларов. И вот еще тебе сменную одежду. И тогда мы в расчете. Ладно? В смысле? Ты мне ничего не должна. А я тебе не говорила? Я почти стопудово сдала историю на отлично. Я... Мне никто никогда так не помогал. И я этого не заслужил. Еще как заслужил. Чем это? Знаешь, если бы меня в чем-то напрасно обвинили, мой брат сразу бы бросился меня выгораживать. А вот когда у него были проблемы, я ничем помочь не смогла. И раз уж я чем-то могу помочь тебе, то... Что такое? Просто, если бы не ты, я был бы совсем один. Ты ведь можешь вернуться, ну, там, к маме? Она мне не мама. И братья мне не родные. Я узнал в день нашей встречи. И я не знаю, кто мои родители. О, Дин. Это ужасно, конечно. Я ничего не чувствую. Внутри пусто. Как будто мне на самом деле плевать. Это ведь не так. Просто тебе очень обидно. Откуда ты знаешь? Из личного опыта. Я тебя понимаю. Знаешь, семья — это не обязательно те, с кем одна кровь. Это те, кого ты выбираешь. Это да. Я это на футболке прочитала. Хорошая футболка. Хорош футболка. Игруненько, это не ваш номер. Да мне плевать. Там моя дочь. Нифига. А как он так? Как он меня нашел? Как он тебя нашел и так быстро приехал? Видите? Она оплатила этот номер моей картой. Еще вопросы есть? Немедленно открывайте или я звоню в полицию. Папа? Ты что это устраиваешь? Кто там с тобой? Ты что, за мной поехал? Но как ты узнал... Очень просто я узнал. Мне приходит оповещение, когда моей картой платят в другом штате. А теперь отвечай. Как ты вместо экзамена оказалась в отеле в Солтлейк-Сити? Так, сейчас будет КТЕ. А в отеле — не твое дело. Папа, не найти кого. Ванесса, ты что, хочешь закончить как брат? От всех прятаться, все скрывать, вечно врать, чтобы одним прекрасным утром тебя в морг увезли. Скажи еще, что он сам виноват. Ты же знаешь, что его сбил пьяный водитель. В четыре утра и у него в крови было столько всякого. Знаешь что? Хватит с меня говорить с тобой без толку. Едем домой. Хорошо, могу я в туалет сходить? Давай. Только быстро. Что делать, если провалится КТЕшка? Ты что делаешь? А ты как думаешь, что я делаю? Ванесса, что там происходит? Быстрее! Ты! Ой, блин! Ой, блин! Прыгай! Девчонка вообще, как она спустилась? Не, ну... Ты совершаешь большую ошибку! Батю можно понять, конечно, если с сыном такая фигня случилась. Я понимаю, почему он гиперопекает дочь, но... Да, тяжеловато это все. О! Ты без ключа сможешь завести машину? Без ключа? Дейл, когда ты учил? О! Ростовники-преступники пригодились наконец-таки. Тут все по-другому. Ну, вроде вот нужны. Круг! Кручу! Так, зажало. Отлично! Круг! Крутись быстрее! Еще и тачку угнали. Ну, а чё бы нет. Я полюбила бандита. Чё не по-встречке фигачит? Спасибо, что села за руку. Да мне несложно. Я люблю водить машину. Я не понимаю, почему я раньше из дома сбежала. Надо смотреть в оба. Тебя папа будет искать. Машину он же не видел. А хозяин вряд ли сразу заявит об угоне. Да, ну лицо этого везде расклеено. А что, правда, едешь в Канаду? Ну, а что? Там больше охраняемых заповедников, чем во всех штатах. Поселюсь где-нибудь в лесу. Буду ловить рыбу в речках. Самое сложное, до туда добраться. Приятель моего брата прошлым летом переехал в Айдахо-Холлс. Он может достать поддельные документы, и денег на бензин можно занять. Айдахо? Далеко ехать. Все выходные впереди. Заедем в город, позвоним Тоду из таксофона, и одежду купим. Ух, красивый жест. Передай сигареты, пожалуйста. Курить вредно. Вот бы и мама так же расправила крылья. Жаль, не успела. Почему ее не строила? Официально рак поджелудочной железы. Врачи сказали, что ей не повезло. А я вот считаю, так бывает, когда всю жизнь выполняешь чужие хотели вместе с того, чтобы жить по-своему. Твой папа ее тоже строил? Да он всех строил. Сам видишь, в другой штат за мной погнался. Ну, вообще, он волнуется. В другой штат за мной погнался. Капец, господи. Ну и отец. Это как раз потому, что он тебя любит. Нет. Ему просто надо все контролировать. Он боится, что он меня как брат покрышу сностью. Это называется волнуется. Ну да. Я же сейчас с тобой еду. Одно я точно знаю. Он там скоро лопнет от злости. Как же, его золотая девчонка машину не наладила. Какой у тебя в жизни был самый худший поступок? Ограбление шерифа. Ну, ограбление вот это. Я рассказывал. А, это твое преступление века? А что твои друзья украсть-то хотели? Деньги. И все? Не картину Пикассо, не плазменный телек? Зачем он телек? Просто деньги были нужны. А этот приятель твоего брата, он правда мне поможет? А мне поможет. Гля, какая крутая. 160 миль. Да нормально, что тут ехать-то? Тебе в лептуру к Аризоте. Открывай, я сказал. Если он меня найдет, нам хана. Тебе хана. Слежи его как-нибудь. Пускай он уходит. Ладно, иду. Открывай, потом передернешь. Ха-ха-ха-ха. И умор. Раскидала тут шмотки свои, блин, женщина. Подожди, нет, нет, там две буты, две стопки, две стопки надо спрятать. Я тут торчать не собираюсь. Блин, я две... Зачем ты спрятал? Порно-журня. Привет. Там две стопки стоят. Капец, я... А что у тебя за драндулет? Где? Джойс сына купила, а я вот чиню. А, ты вел себе там стоил. Порадовать парня. Две стопки. А, я тут твои инструменты принес. Все, что на пожаре... Придется сказать, что я пила скотом. А, спасибо. Чего, в темноте-то сидишь? Как в пещере. Слушай, я ведь не хотел до такого доводить. Холты меня ограбили и жестко меня подставили. Если не верну украденное, считай, я уже не жилец. Но... Мотеля больше нет. Чем думаешь заняться? Или запрешься и будешь дома сидеть, как наша бабка? Пиде буду. Ну, работу найду. Другую какую-нибудь. Не знаю, может, садовником. Да, смена деятельности — это всегда хорошо. Я когда-то чуть не устроился аналитиком ФБР бумажки перекладывать. Вообрази, как будто в прошлой жизни. Ты ж глянь, какой грозный тигр. Игр! Если мой клетус тебя унюхает, как бы не проглотил. Черт! Рано ноет. Короче, обоим нам паршиво. Давай-ка по кофейку. Ты сядь, а я сделаю. Когда я только пришел в полицию, шериф Уилсон поставил меня главным по кофейнику. Ну, чтоб по утрам кофе варил и следил, чтобы не кончался. Дайте убрать две стопки, пожалуйста. Блин, там пепел еще был. А я тогда такой наивный был. Шел в полицию мир спасать. Ну, возьми одну стопку. Бороться со злом не всегда легко и просто. Он не заметен. Он несется на тебя, сумасшедший. А ты не видишь Библию у него в руках? Или пушка? Вот ты бы что сделал? По ногам бы стрелял. Эй, я вообще-то с тобой говорю. Ты же ведь знал, что я тоже в мотере. Обо мне ты их спросить не подумал? По-твоему, надо было напомнить троим озверевшим ублюдкам, что у них в заложниках двоюродный брат шерифа? Федж, ты знаешь, я как-то не подумал. Ты какой-то дерганный. Точно все нормально? Извини, просто гостей не ждал. О, я уж понял. Кстати, мне птичка напела, что ты заходил к нам в участок. Это кругозного прокурора вызвали? Ну, они просто спрашивали, что я помню про мотель, про всю эту ситуацию, ну, с автобусом. Короче, интересовались, не поехала ли у меня крыша. Они много вопросов задавали. И каков был твой профессиональный диагноз? Слушайте, какой автобус? Не, ну ссориться не надо. Какой автобус? Они просили автобус, но уехали-то они и на автобусе. Я делал то, что должен коп. С каким автобус? А, автобус въехал. Все, 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 все. Поняла. Затаранил. Да. Эти уроды уехали бы в Мексику и увезли заложников. Я им хоть как-то помешал. Да. И что получил взамен? Пуля в плечо и удар током. Чуть не насмерть. А теперь они там никак не поделят, кому это расследовать. Даже федералов притащили. Даже Бекки меня ненавидит. Я для нее тружусь, горячусь, а ей все мало. Блин! А! Что, куришь с ментолом? Даль, курю с ментолом нормально все. Подумаешь. Что за предрассудки? Если дашь дурному делу пустить в себя корни, потом уже ничем не выдернешь. Котя, не надо! Котя, не пали нас! Кстати, все хотел сказать тебе спасибо, что достал сейф по скидке. В мотеле вроде такие же в номерах стояли. Ну, да. Подозревает. Подозревает. Странное дело. После того, как Холт и ко мне вломились, я нашел дома бумажку с цифрами. Как думаешь, откуда они узнали заводской код для сброса? На фабрике сейфов. Ты думаешь, это я? Давай сразу. Лучшая защита нападения. Хочешь сказать, это я их недоумил? Данте, мы ведь родня. Родня, кровь не вода. Я твердо уверен в одном. Где бы ни была Шерон Холт, она сейчас не Маргариту пьет на мексиканском побережье. Нет. Эта баба сейчас совсем рядом. Я нутром чую. Я уж и забыл, что у вас раньше прям любовь была. Мы с тобой все-таки братья. Так что не буду для тебя все усложнять. Где она? Нет, ну я не хочу... Ну нет, сдавать я ее не буду. Нет, это не я! Подожди, подожди. Стоп, 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 стоп. Ножницами в шею это можно и насмерть. Рубаха классная с ананасом. Блин, почему такие сложные выборы в этой игре? За кого я? Ну Шерон мне вообще... Она пыталась манипулировать. Она знала, что Пол как бы не очень сильный духом мужчина. И пыталась на старых чувствах выехать. А Данте, конечно, ну не очень хороший человек. Но он хотя бы не придумывает дебильные бизнес-планы, которые заканчиваются смертью. Хотя он там Винса, блин, запиранут. Он мне не нравится. Но, блин, в данной конкретной ситуации я за Данте. Ножницами можно было до убийства. Ты с пистолетом стоишь, блин. Брось ножницы, Гэй. Ай-яй-яй, как больно. Ай-яй-яй, как больно. Да это не я! Это не я! Ну я на самом деле, но нет. Да я же предупредила, тебя только что не зарезали. Она отдаст блокнот. Мы же можем договориться. Отпусти нас, а мы никому не скажем про деньги. Что? Пол, ты чего? Рано сдаешься. Блокнот ты не получишь. Пол, я понимаю, что она тебя заставила. Короче, я даю тебе шанс избежать тюрьмы. Дай мне пушку. После Вьетнама я поклялся не брать в руки оружие. Ты же знаешь. Давай только без сраного пацифизма. Дай сюда пушку. Не слушай его, не будь дураком. Он на собой их посадит. Я не знаю, что делать. Ну, в целом, это не такой, как бы, судьбоносный какой-то выбор. Мне они оба не нравятся. Но я действительно накосячила с сейфом. Правда же? Это моя вина. Ну, раз пошли уже, давайте так. Будем последовательно. Она манипуляторша, это правда. Я на это больше не поддамся, Шэрон. Все кончено. Мы оба это знаем. Прости, Шэрон. Я не хотел, чтобы еще кто-то пострадал. В том числе и ты. Ты поступил как надо. Дан, ты похож на Тайку Вайтити немножко. Шэрис, младшего холта видели вьюти с какой-то девушкой. Здесь разузки лыжу по массовому. Огонь. Позже той же ночью Айдах ополз. Ух ты, это клубешник. А, нет, это дом просто. Он выглядит как клубешник. А мы в такой одежде не сильно выделяемся? Ну, что уж нашли. Да нормально. Извини, а ты не знаешь, где Тодд? Сказал, он через час вернется. Тодд не хотел ехать в Айдаху. Но у отца его тут родня. И очень-очень много денег. Не нравится мне здесь. Слишком людно. Кто такая? А это что? Не, не берем. Какого же экстази? Пробовал? Нет. А ты? Нет, но папа считает, что я наркоманка со стажем, так что почему бы и нет. Никакого экстази. Я в бегах. Я пас. Что-то не хочется. Хоть один из нас должен соображать. Угу. Бибир. Пиво бибир. А вот этому скучно уже. На него смотрят теперь, потому что он выделяется. И не под экстази. Я поняла. Надо было брать таблетку. Дин, это так волшебно. Я прям перышко на ножку. Нам лучше уйти. А вдруг сюда копы приедут? Да ладно, Дин. Это же просто вечеринка. Музыка вообще улетная. Пойду возьму газировки. Ага. Мам. Бедная Ванесса. Чуть-чуть оторвалась. А тут моё личико по телеку показывают. Надо выключить телек. Тайлер же, кстати, где-то в бегах. Мне с ним ещё где-то, наверное, встретиться придётся. Вот уж не ждал, что ты заявишься ко мне с просьбой. Ты же знаешь, я умею удивлять. Так, это что ещё такое? Ты к моей женщине клеишься? Слышь, ты. В конверсах сидит тут. Чё смотришь? Дин, ты что делаешь? Ты его знаешь? Ну, допустим. Ну, давай не будем усложнять всё. Мы учимся вместе. В Аризоне. Ну, охренеть теперь. Давай-ка вали из моей комнаты, или я тебя из дома вышвырну. Дин, не надо. Всё хорошо. Друг, она уже всё сказала. Жаль, конечно, тебя расстраивать, но она этого хочет. Но она сделала мне очень выразительные глаза. Не но, это не твоя. Смирись. Ля какой Американ бой. Не, ну пойдём, ладно, чё. Пусть женщина договорится. Я подожду в машине. У нас есть цель. Нельзя чувства свои ставить выше цели. Цель самая главная. Да, очень обидно. Но, как бы, вы ни о чём не договаривались. Так что... Ну, как, ещё под кайфом? Дин, зачем ты за мной пошёл? Я могла сама. Ты сказала, он друг твоего брата. Да, друг. Ну, мы целовались пару раз. Я не стала говорить тебе, потому что... Ну, короче, не стала и всё. Он мне не нравился особо. Но ты пошла с ним уединяться. Отшла с ним уединяться. Да. Помогать он не стал, но зато... Смотри. Смотри, что я достала. Ты что? Вы с ним... Ты ему... Он тебе... Ты что, ревнуешь? Да. Да. Откуда ты деньги вытащила у парня? Не знаю. Может, ты ревнуешь. Он там бебенок трамблёра хранит и деньги. Это очень мило. Но не ревнуй. Я попросила его найти старую фотку брата. И когда он отвернулся, украла деньги. Вот и всё. Ах, ты ж воровка. Ладно, а с документами что? Мама, ама криминал. А вот с документами облом. Он... Заломил цен. И чего он хочет? Мини. Ладно, это шутка. Это шутка. Он просто мерзкий мажор. Не стоит моих нервов. Проучить его можно? Проучить? Проучить. Давайте, проучим. Давайте. У нас всё равно уже это убийство на нас висит. Давайте проучим мажора. Я скоро вернусь. Дин. На-на. Какого хера? Драка. Драка. То есть ты припёрся ко мне домой и лезешь драться? Я за честь дамы. Дин, пожалуйста. Пойдём уже. Нет. У меня уже есть привод в полицию. У тебя хана. Пожалуйста. Не-не, убивать не надо. Убивать не надо. Бесит, что она была моя. Не, не надо, не надо. Бутылка не надо. Да это смерть, возможно. Нормально проучил. Не, ну я ему втащила-втащила. На глазах у всех, да. Дважды-дважды достаточно, я считаю. Понял? Он козёл, потому что. Он же оскорбил тебя. Тоже мне. Проблема. Зачем было врать, что это друг брата? Я думала, ты разозлишься, если узнаешь, что я с ним когда-то целовалась. Видишь, не ошиблась. Он бы тебе помог, если бы ты мне доверял. Пока копы не явились, надо ехать. Где-то ночь пересидеть. А завтра я ухожу. Куда? Ты же хотела со мной сбежать в Канаду. Вот так вот вступаешься за честь дамы и ещё и огребаешь за это. Ну и ладно. Нам-то таки ветренные не нужны. Мы найдём себе какую-нибудь канатку. Пойду устраиваться на ночь. Не ходи за мной. Жду. Не уходи далеко от машины. Я не пойду. Я так легко обижаюсь ещё раз. Не ходи за мной. Но я пришёл. Вы вот так вот прям даже прятаться не будете, да? Просто у всех на виду будете спать, да? Чтобы вас вот с дороги было видно. Хорошее решение, да. Замёрзнешь, дурочка. Мы в Канаду едем. Тут уже прохладно. В траве, глянь, улеглась. Вот это твоё ограбление. Вы просто залезли в чужой дом? Это всё? Да нет, ещё пришлось... Пришлось ещё пару человек убить. Слушай, я должен тебе кое-что сказать. На самом деле я не Дин. Меня зовут Джей. Так. На самом деле там был не просто дом. А дом шерифа Ромера. И я не знал, чей это дом. Пока мы не приехали. Шериф рано вернулся. Мы дали Диору. И оказались в мотеле на шоссе 66. Так ты из той семьи? О вас в новостях говорили. Я хотел уйти. Я вообще не хотел в этом участвовать. Но копов это мало волнует. Они хотят свалить всё на меня. Вообще-то там люди погибли. Но не из-за меня. Ты... Ты издеваешься? Прости меня. Ну, вообще, да. Лучше уходи. Потому что тебя тоже потом. Может, тебе правда лучше вернуться домой. Просто я собрался пересечь границу. А это незаконно. И может быть опасно. Ну вот. Ты тоже считаешь, что меня надо держать дома? Как бы чего не вышло. Не в этом дело. Просто боюсь, что тебе будет плохо. Поздно бояться. Завтра утром высадишь меня на заправке. Папа меня прибьёт, конечно, но ничего. Выживу. То есть сначала ты мне врёшь. Потом бросаешь меня одну. Знаешь, всё-таки ты очень похож на своих. Не говори так. Не говори так. Я не такой. Никогда таким не был. Тебе виднее. Мне жаль, Ванесса. Правда жаль. Ну да. И мне. Внимание всех отрядов. Сегодня в доме 1280 ВМ за удивительный подросток, которого разыскивает ВВН. Предположительно вооружён и опасен. Избил хозяина. На глазах у гостей. Дипломатия. Стремление избегать конфликтов. Да? Это вот за то, что я хозяин дома втащила, а мне дипломатию выдали? Свойство. Моральность. Вы придерживаете строгих моральных убеждений. Ну и рефлексы, естественно. Так, Джей в бегах. А мог быть не в бегах. Вы сбежали из бара. Вы тайком доехали до Юты в кузове. Ну значит, это всё-таки другой был этот самый. Другой дальнобойщик. Вы сбежали незаметно. Застукали Ванессу. Это было обязательно. Подождали у машины. Подрались. 56%. Ну правильно. Вы расстроили Ванессу. Вы сказали, что холты вам чужие. Вы обращались с Ванессой. Тут ещё было два варианта. Ну, блин. Ей действительно лучше не пересекать со мной границу. Так, кот от сейфа. Данте пришёл в гости. Данте заметил сигарету. Данте что-то заподозрил. Блин, здесь, кстати, много. Смотри, сколько развилок. 4 штуки получается. Ну вот это я, конечно, блин, протупила. Ну пепел я бы не заметила. Эти стопки я заметила потом уже. А с пеплом, конечно, накладочка. Но там не было других вариантов. Там давали, типа, всего 3 шанса. И надо было 3 из 3 выбить. Я думаю, что я бы пепел не заметила. Шары нарисовали всего 29%. Такое себе, такое себе. Ну, что поделаешь. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь, если хотите поддержать канал. Ссылка на наш лёрт в описании под роликом, а также в шапке канала. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok